Здравствуйте, дамы и господа! Добро пожаловать в VR-чат на космодром Байконур. Это лишь маленькая его часть, а конкретно площадка, для запуска ракеты-носителя Proton-M. И здесь, по сути, всё остальное просто пустыня. Сам мир называется Proton Launchpad, и у нас есть возможность произвести самостоятельный запуск ракеты-носителя. Так что технологии мне позволили сначала полетать над Байконуром в Microsoft Flight Simulator, а теперь даже произвести запуск ракеты в VR-чате. Так, а вот и сама ракета. Даже отражение есть. Некоторые, конечно, маркировки размыты. Вы же не знаете, что вон там написано было. И было ли там вообще что-то написанное. Но, скорее всего, вряд ли это просто какие-то отметки. Но зато большими красными буквами мы здесь можем видеть надпись Proton-M. К стартовой площадке подведена железная дорога, и здесь у нас погрузочный состав. К сожалению, внутрь попасть нельзя, и самостоятельно, вручную его как-то отогнать и так далее. Производить разгрузку, установку мы не можем. Мы скорее руководим всем процессом, и будем делать всё это разворачивание с помощью пары кнопок. Панель управления находится в самом начале. Здесь мы даже можем спавнить какие-то блоки. Чисто как экскурсионный материал мы можем осмотреть, как музейные экспонаты, скорее. Причём мы можем всё это дело передвигать, рассматривать вблизи, без каких-либо ограничений. Ознакомиться с какими-то модулями, блоками и так далее, двигателями. Здесь есть возможность. С некоторыми из них. И основная панель управления. Здесь также описание процесса запуска. Нам нужно поочерёдно просто нажимать на кнопочки. При этом здесь есть лазерная указка. Итак, для начала установка лаунчпада. Установка площадки запуска. Так, ну ракета. Уже сама ракета установлена. Остались ещё некоторые элементы, да, которые спавнятся на наших глазах. Это, видимо, последний элемент. Да, скорость безумная на самом деле. Теперь конструкция установлена. При этом мы можем забраться наверх. Где-то с той стороны вроде как. Так, давайте аккуратно здесь перелезем. Да, ну, конечно, масштабы поражают. Что неудивительно. Здесь отсюда ощущаешь себя крохотным муравьём. Маленьким насекомым. Да, вот здесь у нас есть возможность забраться наверх. По сути, это телепорт. К сожалению, по лестнице вручную мы это сделать не можем. Просто с помощью вот такого телепорта. Здесь просто, по сути, небольшой мостик нам доступен. Можем, конечно, слезть вниз. Наверное. Если постараться перепрыгнуть. Да, но здесь уже коллизий нет. Второй этап нашего запуска. Открытие башни. Как здесь написано. Просто некоторые элементы, да, открылись. Освободив часть ракеты. И на этом один из подготовительных этапов, видимо, закончен. Теперь мы двигаем эту башню. А точнее её сворачиваем обратно. Она аккуратно удаляется. И затем, скорее всего, просто исчезнет. А может быть, всё останется на том месте. Так, ну и остался последний, остаётся этап. Наверное, мы прямо здесь её запустим. Или, может быть, всё-таки забраться на вышку. Правда, я не уверен, что я на кнопку запуска смогу попасть на таком расстоянии. Я отсюда уже не вижу кнопки запуска. Так что, наверное, стоит активировать её заранее всё же. Может быть, эта лазерная указка вообще не позволяет взаимодействовать с кнопками. Может быть, она исключительно для того, чтобы производить, проводить какие-то экскурсии. Демонстрировать те или иные части. Скорее всего, так оно и есть. Да, лаунч я не могу нажать. Нажимаем кнопку запуска. Будем здесь, наконец. Намного подальше отойдём. И запускаем ракету. Продолжение следует... Лишь падающая ступень. Издалека кажется, что этот цветок, механический цветок, который резко падает. Вот эта скорость, конечно, он набрал всё. Я в объективе его уже не вижу. Где-то он рухнул на землю. Тоже это был интересный экспириенс. Надеюсь, в будущем появится какой-нибудь симулятор запуска ракет в виртуальной реальности. Было бы здорово увидеть более детально воссозданные космодромы и процесс запуска. А также возможность побывать в ракете. Соответственно, возможность запуска ракет с астронавтами. Так, а вот и сам спутник. Можно его осмотреть поближе. К сожалению, понаблюдать за тем, как его запускают на орбиту. Мы, к сожалению, не можем. Здесь солнечные панели. Декстура, кстати, не такого уж и низкого разрешения. Надписи NASA и что-то ещё. Единственный логотип, который можно разглядеть. Ну и мы также можем его перемещать. Да, здесь действительно какие-то около экскурсии можно устраивать. То есть, мне кажется, гораздо интереснее сопровождать какую-то группу людей, демонстрируя им всё в виртуальной реальности. Виртуальная реальность, по сути, и даёт открывать такие возможности в плане лекций и экскурсий. Интереснее проводить какие-то экскурсии и лекционный материал, чем просто сидя в аудитории за партами. Но, конечно, оборудование придётся закупить и настроить, по-моему, каждого человека гарнитуру в виртуальной реальности. Но я думаю, наверняка в каких-то учреждениях уже практикуют нечто подобное. Я уже много раз говорил, что виртуальная реальность — это отличная технология для образовательной сферы, в том числе одна из сфер, которую, я думаю, сумеет покорить виртуальная и дополненная реальность. На этом мы закончим. Спасибо за просмотр. До новых встреч.